Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля, да ну не виделись! Сегодня мы будем заниматься с вами тестированием новой коллекции Hourglass, их предновогодняя, предрождественская коллекция, которая выходит примерно в одно и то же время каждый год и включает в себя палетку большую и палетку повеньше, пару оттенков помад, ну и в общем, по-моему, это все. И в этом году они сделали то же самое, однако очень много людей стали заваливать Hourglass вопросами, не то что вопросами, вернее, а претензиями, почему они выпускали такие светлые палетки оттенков, а что насчет других комплекций кожи, задавали они вопросы, и благодаря этому Hourglass вышел с палеткой с четырьмя оттенками, которые гораздо более глубокие, сравнивая с их обычными палетками. Итак, я приобрела палетку только одну, я не приобрела палетку с четырьмя оттенками, я не взяла их помады. Палетка это очень красивая, и я рада, что Hourglass вышел с таким очень красивым, очень таким эстетически приятным дизайном. Здесь мы видим, имеется такой угол обреза на упаковке, и на этой палетке прошлого года она просто плоская. Наверное, не секрет, что Hourglass это вообще далеко не дешевый бренд, такая палетка стоит 80 долларов, и сначала может показаться, что это очень и очень дорого, это правда, но если на самом деле вы посчитаете, то окажется, что гораздо более выгодно купить эту палетку со шестью оттенками, чем покупать эти оттенки по отдельности, иначе они будут просто астрономически дорогими, такая вот арифметика. На самом деле палетка эта, она мне понравилась сразу, в особенности из-за этого оттенка, очень красивый оттенок румян, он называется у нас Blush Mood Exposure, и это, кстати говоря, их постоянный оттенок, то есть это никакой не уникальный оттенок в этой палетке. Однако в этой палетке есть три новых оттенка, которые до этого они не вставляли в свои другие палетки, и эти оттенки включают в себя финишную пудру, Diffused Light, Strobe Pudra, которая называется Glistening Strobe Light, и также бронзер. Бронзер это абсолютно новый, его до этого не было нигде. Я бы, может быть, так и не приобрела, просто потому, что у меня есть старая палетка, которая, в принципе, еще жива-здорова, ей можно пользоваться еще, может быть, года-полтора, но этот оттенок, он меня очень привлек, а покупать палетку из четырех оттенков, я посчитала, что это как-то, ну, неправильно, все-таки уже традиция покупать каждый год релиза именно с шестью оттенками в палетке. И вы можете сказать, что, ну, у других бюджетных брендов можно найти какой-нибудь хороший дюб, который будет стоять в разы дешевле, но на самом деле их технология того, как они производят эту пудру, так как пудра дает этот натуральный эффект сияния кожи как будто бы изнутри, ни у кого нет, и эта технология зарегистрирована, это эксклюзивно, только они знают, как это все делается, и именно поэтому все знают, что Hourglass, каждый год вы получаете одно и то же качество, без перемен, то есть это очень хорошее вложение для вашей красоты и, наверное, для того, чтобы вы чувствовали себя еще больше женщиной, понимаете, когда вы открываете эту палетку, есть это чувство прекрасного, когда вы просто даже смотрите, ну, и, конечно же, пользуетесь. Я зашла на сайт Hourglass, и они пишут, что ожидаемый Ambient Lighting Edit возвращается с тремя бестселлерами и тремя новыми эксклюзивными оттенками румян, бронзатора, хайлайтера и завершающей пудры для сияющего оттенка кожи лица. Это палитра предметов первой необходимости ограниченного выпуска, то есть это limited edition, все, что вам нужно, чтобы создать идеальный свет, куда бы вы ни пошли, доступен в этом праздничном сезоне в корпусе инсталированного золота с архитектурными гранями. Мне кажется, что, ну, стоит она 80 долларов, вот даже дизайн сам, он так и кричит, что это такой хороший-хороший прям люкс, и я с этим соглашусь полностью. Минуточка информации, эта палетка сделана в Италии, уже можно понять, что качество будет очень-очень на высоте, срок годности ее 12 месяцев, но это на самом деле не так всегда важно, палетки, вообще сухие текстуры, они могут храниться до двух лет, поэтому каждый эрфил здесь весит по 1,4 грамма. На самом деле палетка, она, ну, мне не кажется, маленькая, то есть здесь такие достаточно хорошие размеры рефилов, то есть с половиной моего пальца, и, конечно, вы можете купить каждый из этих оттенков по отдельности, за исключением, конечно же, тех оттенков, которые у нас лимитированы и эксклюзивно представлены в этой палетке. И, как вы видите, эти оттенки, они даже не показываются почти на руках, потому что настолько они светлые, чего не скажешь о румянах и о бронзах, и, конечно, они гораздо более ярче. И, кстати говоря, их палетка с четырьмя оттенками, которая вышла в этом году, она совершенно по-другому выглядит, дизайн. На упаковке можно увидеть букву H, Hourglass, и также видна голова зайчик, и это значит, что какая-то часть средств с продаж этой палетки будет направлена в фонд защиты животных, и это очень классно. Я считаю, что больше брендов должны делать именно такие вещи. Это очень положительно влияет также и на покупателей. Итак, давайте посмотрим на название оттенков в палетке от Hourglass 2020. Итак, первые два оттенка, это не новые оттенки. Первый называется Dim Light, это финишная пудра. Второй оттенок называется Diffused Light, также финишная пудра. Третий оттенок уже новый оттенок, называется Glistening Strobe Light, это Strobe Powder, или пудра, которая придает очень-очень хороший блеск и сиянье к коже. Четвертый оттенок, новый оттенок, называется Natural Bronze Light, бронзер. Пятый оттенок, новый оттенок, называется Vibrant Flash, румяна, Strobe Flush. И шестой оттенок, также румяна, в оттенке Mood Exposure. И давайте уже протестируем эту новую палетку. В конце я, кстати, покажу вам свочи и отличия этой палетки в сравнении с запуском прошлого года, будет интересно. Сначала я хочу начать, конечно же, с пудры. Скорее всего, я просто макну кисточку в эти два оттенка, потому что, в принципе, это одно и то же. Это пудра для сияния, так сказать, финишная пудра. У меня уже есть, кстати говоря, на лице тон. Мне кажется, что вот эта пудра, она очень хороша, если у вас кожа не проблемная ни разу, потому что если она проблемная, то, ну, не будет того эффекта вау, потому что, ну, понятное дело, что она не делает ничего с вашим лицом в плане удаления имперфекций разных. Это чисто пудра для создания этого идеального блеска изнутри. И, конечно, если кожа не очень в хорошем состоянии, она подчеркнет все недостатки. Ну, правильно же. Эффект, конечно, очень такой естественный, минимальный. Я даже еще пока ничего не вижу. Есть ли у меня разница с пудрой или без пудры. Хотя, вы знаете, я вижу этот эффект сияния кожи изнутри. Он не такой прям, ух, как будто бы если я наносила хайлайтер. Нет, он очень такой естественный. Дальше я хочу взять другую кисточку от Real Techniques. Она специально для нанесения румян. И я, наверное, хочу взять на левую щеку вот этот оттенок румян. Их старый оттенок. То есть это не новенькое что-то. Муд Экспожер. Тот оттенок, для которого я купила ее. Очень естественный финиш, как можно это видеть. Вы не переборщите с этими румянами, потому что они очень тонкие по своей текстуре. Итальянское качество, мне кажется, говорит о многом. Давайте сейчас возьмем оттенок новый. Vibrant Flush. Очень напоминает мне, кстати говоря, оттенок из их прошлого, прошлогодней палетки. Но он как будто бы немножко более коралловый. Вы видите разницу, да? Что этот оттенок, он, конечно же, более коралловый. И он как будто бы дает вам более естественный финиш. То есть это более холодный оттенок, сливовый. Этот же оттенок, он, ну, гораздо более летний, как мне кажется. Дальше я возьму другую кисточку от Real Techniques. Я не знаю, почему мне нравятся стали вдруг кисточки от этого бренда, потому что они недорогие, но при этом они хорошие в плане нанесения. Реально хорошо. Я возьму этот бронзер в оттенке Natural Bronze Light. Это новый оттенок. Очень красиво. И, знаете, даже нет такого чувства, что у вас есть какой-то бронзер на щеках, потому что это смотрится все очень естественно, как будто бы это ваш натуральный бронз на щеках, что-то вроде того. Нанесем еще немножко бронзера на зону лба и растушуем это немножко. Бронзер, кстати говоря, он достаточно активный, то есть есть такие бронзеры, которые очень легки по текстуре. Этот же бронзер я, если нанесу его на лоб, я вижу, что он у меня есть. Это круто, это неплохо. Уж лучше нанести мало, но ты будешь знать, что есть пигмент в этом бронзере, чем если бы вообще его не было. Кожа, конечно, дорого выглядит, согласитесь. Дальше я возьму кисточку от Elf и нанесу этот красивый хайлайтер. Кто не любит хороший хайлайтер, который дает блеск изнутри? Я извиняюсь, ребят, это Strobe Powder или пудра с небольшим количеством блеска. Но вообще это как хайлайтер, по сути, может называться, правильно же? И нанесем его на наши яблочки-щелок. Вау, красиво смотрится. Опять же, ну, не могу ничего плохого сказать, потому что это все очень эстетично, красиво, натурально, дорого. На носик немножко. И вот сюда. Мне нравится очень, ребят. Скажите мне в комментариях, что вы думаете, но мне кажется, что ни одна девушка не останется равнодушной к качеству этой палетки. Это я так вперед забегаю. Я должна это вообще сказать была в выводах, в последней части, но это очень красиво. Ну и, конечно, последний шаг. Это еще немножко сияющий пудр для завершения образа. Совсем чуть-чуть. Такой у нас получился конечный образ с использованием этой палетки. И, ребят, я в большом восторге. Я считаю, что если вы хотите получить, если хотите вы купить себе подарок на Новый год, то эта палетка может быть тем самым подарком, которым вы будете пользоваться каждый день и радоваться, и быть счастливой, и быть красивой, самое главное. Ребят, давайте посмотрим на свотчи палетки этого года и палетки прошлого года. Палетка прошлого года, она хороша, но, как мне кажется, она гораздо более весенней или летней. Для меня лично палетка этого года, она видится более интересной, потому что цвета здесь гораздо более глубокие, и мне это нравится. Я считаю, что сравнивая эти две палетки, можно увидеть эту глобальную разницу. И это просто видно невооруженным глазом, на самом деле. Я рада, что Hourglass вышел с гораздо более глубокими оттенками, потому что таким образом вы можете, как мне кажется, сделать макияж гораздо более видимым. Ну, то есть не то, что видимым, что у вас есть какой-то хайлайтер на щеках. Самый лучший комплимент, это когда вам говорят, а что это у тебя так кожа светится изнутри, а не то, какой у тебя хайлайтер на лице сейчас. Такой вот у нас сегодня был туториал с использованием этой палетки от Hourglass. Давайте сейчас перейдем к нашей конечной части, а именно части с выводами. И вот мы и подошли к конечной части нашего видео. Я просто получила огромное удовольствие, на самом деле, пользоваться этой палеткой сегодня. Я считаю, что вы не пожалеете ни капли, купив ее. Оттенки здесь просто невероятно классные. Они идеальны не только на время сейчас, но и также на зиму. Вот, мне кажется, зима, осень это идеальная пора, чтобы пользоваться этими цветами, особенно этот цвет. Его можно купить, кстати, по отдельности, но вот почему-то именно он меня и привлек покупки, потому что если посмотреть на эти две палетки, почти идентично они смотрятся, за исключением, конечно же, этого оттенка, который у них есть в наличии. Если бы не этот оттенок, я бы, наверное, ее не купила, просто потому что палитра, она одинаковая, но все-таки она разная, она другая. Вот, да, оттенок в середине, он не похож на оттенок в этой палетке, потому что они, этот более холодный, этот более теплый. Но, в принципе, финиш, он один и тот же, понимаете, и покупать эту палетку из-за всего лишь одного другого оттенка, который по-другому будет смотреться, другой цвет давать, я не знаю. А так, благодаря вот этим красивым оттенкам, этому темному оттенку, я ее приобрела и довольна. Если вы спросите меня, стоит ли эта палетка, да, определенно, вы будете только рады пользоваться ей каждый день и получать комплименты. Насчет палетки с четырьмя цветами, я не знаю, потому что эти цвета, они повторяющиеся, их можно найти в их обычных палетках, да, они выглядят как будто бы гораздо более темнее, чем их обычные цвета, но цвета в этой палетке из четырех цветов, они на самом деле из коллекции, которая была два года назад, то есть два года назад. И поэтому, да, ребят, если вы хотите попробовать этот бренд Our Glass и не тратить 80 долларов, а заплатить в районе 46 долларов, то почему нет, потому что вы получите не новые оттенки, но зато оттенки проверенные времени. Ну а насчет помад, которая стоит по 48 долларов, и вы получаете и сливовый оттенок можно купить, и такой более розоватый, розовато-холодный оттенок, возможно, это очень классная формула, но, не знаю, я бы не покупала пан за 48 долларов, просто потому что я считаю, что это слишком дорого за помаду, даже если это Our Glass. Мне кажется, что Our Glass идет по правильному пути, прислушиваясь к своим покупателям и делая палетки, но немножко более глубокого оттенка, люди с более темным цветотипом, они могут также пользоваться этими продуктами, потому что до этого, как я не зайду на Trend Mood, я вижу, что люди, в общем, возмущаются, что почему все, да, вот для светлых американок, а как же, ну, о нас-то вы забыли. Так что, Дарья, до такой на сегодня был обзор на новую палетку от Our Glass Ambient Light Sculpture. Надеюсь, вам понравилась она так же, как и мне. Надеюсь, вы увидели, насколько она красиво раскрывается на коже. Мне даже муж сказал, что смотрится очень красиво и дорого. Я говорю, ну, конечно, это палетка за 80 долларов, в принципе, это имеет смысл, если даже твой мужчина говорит, что это смотрится красиво, значит, наверное, это что-то значит. И я не буду вас задерживать, ребят, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мне будет очень приятно увидеть эту активность от вас. Но я с вами не прощаюсь, скоро увидимся, всех целую, всех обнимаю, ваша Юля. Всем пока!